Есть у каждого малая родина, тот родной для души уголок. Это город, большая деревня или село, Глухой Хуторок. Добрый вечер, Гомель. Гости сегодняшней программы приехали к нам из Речицы и готовы рассказать о своем городе и районе. Остались ли они такими, как в воспоминаниях? Чем сегодня живут их земляки, что радует и что беспокоит их на малой родине? Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к общению Viber. Его номер на ваших экранах. Вы можете набрать наш телефонный номер 34-22-43 рассказать о вашей малой родине. Ну а сейчас знакомимся с гостями сегодняшней передачи. Вера Ласица, методист Речицкого государственного аграрного колледжа и преподаватель иностранного языка. Добрый вечер, Вера. Добрый вечер, Елена. Татьяна Давыдова, очень творческий человек, мастер декоративно-прикладного искусства. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. И Леонид Пулькин, руководитель объединения по интересам, литературное краеведение, Гомельского областного центра туризма и краеведения, председатель Речицкого литературного клуба, Стержень. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. Когда мы слышим Речица, сразу вспоминаем, конечно же, белорусскую нефть. Так повелось, что районный центр давно называют белорусской столицей нефтяников. Но ведь город интересен не только нефтью. И наверняка есть другие причины, почему обязательно нужно приехать в Речицу. Почему обязательно нужно познакомиться с ее достопримечательностями. И, наконец, услышать имена и узнать об этих людях. Имена знаменитых земляков. Пожалуйста, почему мы должны приехать в Речицу? Речицу, вы можете увидеть уникальное явление. Стоят два храма, католический и православный. Забор, забор. Рядом. Абсолютно рядом. Уникальное явление. Что еще? У нас есть очень замечательный коллектив в центре ремесел. Там девочки творят просто чудеса. Там настолько дружелюбная атмосфера, что многие, которые к нам приходили в гости, они не хотят уходить. И говорят, у вас так уютно, хорошо, что даже уходить не хочется. Ну, наверное, не только ради атмосферы, ради тех прекрасных изделий, да, которые можно наблюдать. И наблюдать даже за тем, как они исполняются. Да, конечно. И девочки у нас преподают детям, обучают искусству соломоплетения, искусству вышивки, вязания. То есть добро пожаловать. Это очень здорово. Нужно приехать в Речицу обязательно прогуляться по набережной. Это правда? Это правда. Ко мне приезжали этим летом литераторы из Бобруйска, и они не хотели уходить с набережной. Речица – это не только город нефтяников, это город художников, музыкантов, поэтов. Это город театра. О Речице можно говорить много и очень богатая история, невероятно богатая история. Мы сегодня будем говорить много, но я хотела бы для телезрителей обозначить имена знаменитых земляков, которые прямое отношение к Речице имеют. Александр Исачев. Продолжайте, пожалуйста. Я начну все-таки с Иосифа Гошкевича. Первый дипломат от Российской империи, представлял Российскую империю в Японии, консул. Затем надо назвать имя известного адвоката Спасовича, Владимира Даниловича Спасовича. К этим именам, без сомнения, Митрофан Викторович Давнар Запольский. Первый историк Белоруссии. И куда же мы без Ефима Капеляна? Конечно. Ефим Капелян. Уроженец Речицы. Да. И без сомнения наш великолепный и талантливейший художник Александр Исачев. Спасибо. Это только некоторые моменты нашей сегодняшней беседы. Мы только проанонсировали. Вы, кстати, Митрофан Довнар Запольский на экране. Это зрители могут наблюдать. Мы продолжаем беседу. Вот, Вера, Леонид, если вы активно занимаетесь краеведением, это понятно. Вы и преподаете, и всю жизнь этим интересуетесь. Вот хочу поинтересоваться, Татьяна, насколько эта тема малой родины, краеведение близка вам? Человеку очень творческого. Очень близка. Очень. Мне кажется, что эта тема всегда подпитывает творческих людей. Потому что, ощущая поддержку предков, да, они наверняка тоже были людьми очень творческими. Вас эта тема интересует? Да, очень сильно интересует. Скажите, традиционные виды искусства, вот, например, вышивка, плетение. Занимали вас в любой период вашей жизни? Или вы вот такими уникальными техниками владеете сейчас и раньше этим интересовались? Да, конечно. Я очень сильно, одно время увлечена была вышивка. Вышивка крестом. И в центре ремесел можно, если приедете к нам, гости. Обязательно. Вы уже заинтересовались, Татьяна. Есть шкатулочки-вышиванки, полностью сделаны своими руками, и там крышка сделана именно вышивкой крестом. Получается, что Татьяна интересовалась вот от традиционных видов искусства, да, и пробовала воплотить в жизнь, да, какие-то задумки, до самых-самых, ну, скажем, ну, может быть, не новых, но на реческой земле, новых, правильно? Это и валяние, это и куклы, это и... Лепка из холодного фарфора. Лепка из холодного фарфора. Это вот эта прекрасная вазочка, да? Да, это роза, розы полностью слеплены, каждый лепесток из холодного фарфора и на века, можно сказать. Вы знаете, Татьяна, вот стоит, я смотрю, живые цветы, Вам говорили о том, что это очень-очень правдоподобно? Да, говорили, постоянно говорят. Хочется даже съесть черничку? Да. Есть такое? Бывало и такое, да. Говорили, что жалко, цветы завянут, давайте хоть черничку съедим. Это правда. Так, вот этот прекрасный блокнот, это какая техника? Это сутажная вышивка, сутажная вышивка, то есть два шнура и между ними прошиваются бусинки, элемент за элементом, получается такая красота. Игрушки, это какая техника? Это вязание, вязание крючком. Вот эти медвежата связаны крючком? Да, это связаны крючком, все связаны крючком. Это просто удивительно. А вот есть еще игрушки? Валяние. Валяние. Да, сухое валяние, да. Я долгое время занималась сухим валянием. Ну, занимает много времени, когда выходит сама игрушка, потом... Результат поразительный, Татьяна. Поразительный. Спасибо большое. Это просто вот можно любоваться бесконечно. Но вот эти как раз на экране ваши игрушки, вот, ну, я не знаю, как, мимишные, понимаете? Вот только такое слово напрашивается. И когда их над ними работало, я с каждой игрушкой разговариваю. То есть когда она рождается, то есть они рождаются не просто так. Так. Я с каждой игрушкой разговариваю и вкладываю столько в нее, почему они такие теплые, милые. Посмотрите, живые глазки. Абсолютно живые глаза. И вот от А до Я, вот полностью все сделали вы. Да, полностью. Полностью все вручную. То есть это глазки не искусственные. Нет. Это все сделано вашими руками. Ну, валяние, наверное, это, конечно, замечательно, но в студии, может быть, не так. Как это удобно делать, да? Вы еще решили нас удивить. Что представляете сегодня? Я хочу представить вам такую технику, как фриволите. Многие называют эту технику еще фриволите анкарс. То есть анкарс – это вплетение бисера и бусин. Так, вот возьмите на ладошку и подержите для наших телезрителей, чтобы они смогли, да, что-то рассмотреть. Держите и рассказывайте. Но это не исконно речевское кружево. Нет, это очень старинная техника. Раньше этой техникой занимались только придворные дамы. Их надо было, надо было себя занять, обязательно, чтобы руки были заняты на всех светских мероприятиях. Неприлично было сидеть, просто сложа руки. Обязательно светские дамы челночком плели вот эти вот, эти кружева. Несмотря на то, что современные дамы не так часто им удается просто без дела посидеть, они свои руки тоже занимают. И сегодня Татьяна покажет, как это можно сделать. Да, с помощью челнока. Покажите волшебный челночок. Да, волшебный челночок. Волшебные нити. Что это за нити? Это хлопок? Нет, это полиэстер. Специальные ниточки, которые... Дело в том, что когда завязываются узелки, чтобы их не клеить клеем, они обжигаются, они припаиваются, и уже эта вещь не развяжется никогда. И вот такие украшения можно сделать с помощью этой техники. С помощью вот такого челночка добавьте бусины, да? Да, добавить бусины. На ниточку можно нанизать бисер, и уже в бисер вплетается в эти, ну, кружево, в эти все колечки. Прекрасно. Татьяна, вот мы будем здесь мило беседовать, а вы, ну, без дела не сидите. Я постараюсь. Покажете в финале передачи, что получилось. Ну, и более подробно опишите, как нам нужно действовать этим челночком. Хорошо? Хорошо. Чуть позже. Ну, а мы продолжаем разговор в студии. И я хотела бы заинтересовать наших зрителей. Всегда, в каждой программе у нас есть вопрос эфира, уважаемые телезрители. Вы об этом знаете. Понятно, по теме передачи сегодня все вопросы о Речице. Первый вопрос задаст Леонид Пулькин. Пожалуйста. Я бы хотел спросить и получить ответ, сколько населенных пунктов с названием Речица у нас в Беларуси? Уважаемые телезрители, все просто. Сколько Речиц в Беларуси? Леонид, ну понятно, что телезрители будут давать ответ, там могут быть разные версии, разные ответы. Мы будем принимать наиболее близкие к истинному количеству. Правильно? Ну, ведь я знаю о том, что Речица, оказывается, есть не только в Беларуси. В России, на Украине, в Сербии, Чехии популярное название. И если мы возвращаемся к названию, откуда пошло? Можно я сейчас расскажу? Конечно. Там, где у нас находится городище, место, сейчас детский парк, находилась крепость. Она играла свою роль до середины 17 века. И один из пусков, скорее всего, это была небольшая река, Речица. Уменьшительный ласкательный суффикс, слышим. Вот отсюда и пошло название. И это название, оказывается, очень популярно. Реченька, Речица, по-белорусску Радшулка. Всё просто. Самим можно вычислить, как и от чего, от какого слова название образовано. Вообще, если по названиям, надо внимательнее вслушиваться, всматриваться. Когда мы хотя бы в Речицком районе едем, в деревню Дунай, откуда могло появиться это название? Жил дед Дунай. Он и дал, от его имени и пошло название. Или Василевичи, деревня Василькова. То же самое. Но к названию мы, наверное, ещё вернёмся. Обязательно вернёмся. Но вот эти моменты, которые вы прямо сейчас обозначаете, они уже служат стимулом к тому, чтобы каждый из телезрителей задумался, а какова версия происхождения, моя личная версия происхождения моего родного населённого пункта. Уважаемые телезрители, помните вопрос, который задал Леонид Пулькин? Это как много населённых пунктов с названием Речица в Беларуси? Пожалуйста, ваши версии по номеру 342243. Только в прямом эфире мы принимаем ваши звонки с ответами. В Вайбер вы можете писать, рассказывать о вашей малой родине. Какой же приз за правильный ответ? Уважаемые телезрители, такой замечательный путеводитель по Речице с краткими сведениями об этом городе, о, так и хочется по-белорусскому сказать, знакомитых земляках, об известных людях, которые родились в Речице или имеют прямое отношение к Речице. Вот такой прекрасный путеводитель. Кроме этого, пригласительный билет на две персоны в Речицкий краеведческий музей. Это мы вас агитируем приехать в Речице и посетить обязательно музей. Ну а кроме того, если вы вдруг речичанин и в Речице были, ну буквально, знаете, каждый объект, то для вас приглашение в музей истории печати и фотографии Гомельщины. Вы приедете в Гомель, посетите этот музей. Аж целых три подарка за один ответ. Пожалуйста, звоните. 34-22-43. Мы продолжаем разговор в студии. Название деревни, агрогородка, города, в котором обитаешь, но обязательно должно быть понятно. И это уже давно не тайна. Насколько это интересно учащимся? Ну, школьникам, детям. У нас учащиеся из Гомельской области, из Речицкого района и даже за пределами. И каждый приезжает и привозит... Это аграрный колледж. Аграрный колледж, да. И каждый привозит свое интересное название. Например, Белое болото. Было болото, летел пух, покрыл землю и стало болото белым, поэтому оно белое. Дальше, деревня Горваль. Гора и вал. Деревня расположена на высоком берегу... Направо, в высоком берегу Днепра. Противоположный берег левый, более низменный и пойменный. Вот вам гора и вал. Я хочу заметить, что это название деревень Речицкого района. Вот, кстати, у нас на связи телезритель. Добрый вечер. Добрый вечер. Нина Иосифовна. Да. Очень приятно вас слышать. Нина Иосифовна, если я не ошибаюсь, ваш педагогический стаж более 40 лет. Да. Вы белорусскую мову преподавали? Да. Будем по белорусску, типа русскую, як? Давайте по белорусску. Ну, давайте по белорусску. Дзе вы живете? У якой школе вы кладали? Живу я у вёсты зараз Жумовка. А лиродная вёстка Казазаевка. Гэта вёстка Казазаевка, мне здаец, незвычайная. Чаму? Потому что яна худко урастая у города и зливается с городом. Так. А потом зливается с наступной вёсткой, Жумовка, дзе я зараз живу, потому что вышла за ночь. Значыць, вы там недалёка ад рэчыцы. Гэта мы для тых телеглядачоў, які наведаюць рэчыцу, абавязкова заглянуць ў Жмуравку, так? І могуць пазнаюцца з вами. Да, ў Жмуравку, да, і в Казазаевку праехаць. Скажыць, галяласка, Ніна Юсіфанна, вы ж цікавіцяся вось гэтымі звездками, адкуль назвы пашлі. Вы выкладалі беларускую мову, а чаму історые цікавіцяся? Справа ў тэм, што ёсче са школьной скам'ї, я учылася ў городе рэчыца ў восьмай школі, привели любов да краезнавства наставники. Іван Павлович Гулік, наставник істориў і завоз школы, потым директор школы Лариса Тихановна Дзейкун, сама ў вельница Великой чинной войны. Ну а пасля, коли я стала уже сама дорослой, стала наставницей, то ў жмуровским сельским Доме культуры директор Дома культуры Миколаевич Даниленко керавал отрадом червоных следопытов. І вы були червоным следопытом? А я школы ще була червоным следопытом. Тому, коли я працавала ў школы жмуровской, і мы так само організавали свой отрад червоных следопытов, і злучилися з сельским Домом культуры, с отрадом, і пошуковую дзейность развивались. Ось там. Зразумела, Ніна Васифовна, ну дык чаму ж жмуровка называецца так? Ага, жмуровка называецца. Ну ось, існуюць некалькі варіанта. Йось така лігенда, што ў далекі час жыл вельмі стары дзядуля, і был лекарам. І звалі його людзі жмурка. Кажуть, калі ўн лічіў дзіцей, то часто ўглядаўся ў хвора дзіця, і прыжмуроваўся. І людзі казалі за всюд, ідём да жмуркі. Ну ось так і назвалі, здаецца вёску жмуровка. А іще вірсія наступнае, што ў далекі часы землі гэты належалі цару. І ось на місце вёскі жмуровки земля належала багатаму чалавіку пану па прозвіщу жмуров. Ну ось така вірсія існу є. Цудовна вірсія. А про каласайку я могу іще дабаўть про свою... Ну колькі слоу так? ...вёсачку. Чаму? Тому, што... Вот вірсія такае. Назва паходзіць ад біалетнага слова «казазайка», што азначае «заваць». Мелкаводны ўчаскак русла раки. Казазайка. Цікавая слова, дарэчы. Да. Дзякуй вам вялікі. Ніна ўсюгана, мы жадаем вам добрага вечара і всього самага найлепшага. Вы просто нас узбагатілі ведамі, якімі валудайця самі. Дзякуй. Вось такі, атылі глядачы. Я ведаю, што Ніна Іосифовна, яшчэ піша і ўдня правец і публікуе свае артыкулы на тэму краязнаўства і па історіі. І гэта вельмі прыємна. А наколькі актывны ў гэтым сэнсі? Так, па руску. А насколькі актывны вэтам плані учащіся і учнікі? Я знаю, і жы даж газета, да? Так, да. Хоча мені? Хоча б один екземпляр? Да, конечно, па жороста. Так, я полистаю. Краєвец. Все очень серьезно, с фотографиями, рисунками, художественные странички. Наверняка, и речица мистическая сразу. Да, вот об этом я говорил. Кроме того, вот смотрите, здесь и наш режиссер из речицы, Да, давайте покажем телезрителям. Здесь и работа Исачева. Исачев около своей работы, Александр Исачев. Материал самый разнообразный, и, как я говорил, история речицы невероятно богата. У нас в Беларуси нужно уметь это все подать, потому что нисколько не уступает истории Италии, Франции. Нет, нет, нет. И даже когда поднимал тему коллективизации вот у нас в Реческом районе, я сразу вспомнил Шолохова, поднятую от Селена. И вспомнил, когда мы проходили тему гражданской войны, опять-таки, Шолохов, Тихий Дон, у нас были те же страсти, у нас были те же невероятные события. Только надо подать это все. Или хотя бы даже, хотя бы в экскурсии. Леонид, но ведь вы это и делаете. Да, я это и делаю. И учите этому своих воспитанников. Да, да. Правильно? Мы продолжим тему. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Давайте познакомимся. Татьяна. Очень приятно, Татьяна. Ваша малая родина, Реческий район? Нет, моя малая родина совсем в другой стороне, немножко дальше, Копоткевич и Петриковский район. Да. Но Реческий мне тоже очень нравится. И нравится набережная. У меня очень много знакомых, друзей. Часто туда езжу в гости, поэтому, ну, очень нравится. Этот маленький, уютный городочек, такой он компактный, все рядышком, поэтому, ну, очень радуюсь, когда приезжаю сюда. Спасибо за прекрасные слова. Говорят вам все речечане и жители Гомельской области. Правда? Действительно. Ну, я бы не сказала, что маленький городочек такой, мне кажется, вот у Речеса хороший такой, 70 тысяч. Ну, я тоже в последние годы так расстроился. Еще раньше был поменьше. Татьяна, очень приятно, что вы бываете, очень приятно, что интересуетесь. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ответ на вопрос, как много Речес в Беларуси? Ну, вы знаете, вот насколько я, не знаю, может быть, я не права, но, по-моему, я читала только про две Речицы. Это вот Гомельская область, Речица и Брестский район. В Брестской области есть Речица. Ну, это вы точно знаете. Может, я ошибаюсь, может, есть больше. А давайте спросим у Леонида. Мне дать ответ. Нет, ответ не давать, но сказать. Есть больше Речиц? Да, немножко больше. Татьяна, нам очень приятно было с вами поговорить. Вы досмотрите программу до финала. Может быть, вы и будете финалисткой. Если совсем, ну, скажем, не очень близкие ответы будут, то, возможно, и вы победите. Но не две Речицы. Не две. Нет, не две. Ну, и явно не меньше. Значит, больше. Нужно думать в большую сторону. Значительно больше. Да, уважаемые телезрители, 342243, номер нашего телефона. Звоните, отвечайте. Сколько Речиц в Беларуси? Но мы отметим, что Речица, Речицкого района, это единственный районный центр и крупный населенный пункт в Беларуси. Это самая большая Речица в Европе. Как минимум. Правда? Несмотря на то, что есть и в Украине, и в России, и в Польше, и в Сербии. Вот так. Даже есть в Сербии Речица. А можно я дополню? Да. Впечатление гостей. Ко мне приезжают друзья из Минска, и удивляются. Спрашивают, куда я попал? Это южная часть Польши. То есть они не узнают, неужели мы в Беларуси находимся. Особенно в теплое время, не в этом году, конечно, в теплое время Речица, немножко курортный город. Это так? Да. Абсолютно верно. Да. И набережная, отдыхающие, гости, которых мы своим реческим взглядом узнаем, это из России, это еще откуда-то. Есть такое? Да, конечно. Леонид, давайте слушать телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы точно знаем, что у вас есть ответ на наш вопрос, как много речиц в Беларуси. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина? Галина. Галина. Очень приятно. Галина, вы нас смотрите, решили принять участие в конкурсе, если я не ошибаюсь, правильно? Да. Давайте ответ. Сколько речиц в Беларуси? Да. Четыре. Четыре? Да. Четыре. Это ваш ответ. Галина, ну, вы не отключайтесь, пожалуйста, еще есть к вам вопрос. Но Леонид говорит, что нет, все-таки больше. Вы чуть ближе, чем Татьяна, к правильному ответу, но, скажем так, нужно добавить, добавить в количестве. Скажите, где ваша малая родина? Ирина. Брагинский район. Галина, Брагинский район, а деревню назовите? Деревня выделенная, Колыбань. Колыбань. Так, а где живете сейчас? Рядом. А, в Брагинском районе, там же и остались. В самом Брагине или соседняя деревенька? Да, да. Понятно. Спасибо вам, Галина, за звонок. Вы можете попробовать еще позвонить. Но я бы сказала, что тут не по два надо добавлять, а значительно добавлять. Значительно к количеству. Это подсказка для наших телезрителей. Продолжаем разговор. Но, может быть, вот ваш интерес, вот я хочу сейчас к Вере обратиться, ваш интерес к краеведению был чем-то обусловлен. Безусловно. Он обусловлен прежде всего тем, что я педагог. Я воспитываю учащихся. Я воспитываю гражданина, патриота. Я имею к этому самое непосредственное отношение. Мы с нашими учащимися принимаем очень активное участие в различных проектах. Это проекты и Министерства образования, это областные, республиканские проекты, проекты, посвященные году Малой Родине. Проекты, посвященные Великой Победе. И в процессе, когда началась самая первая исследовательская работа, естественно, куда мы пошли? В Краеведческий музей. И с тех пор у меня очень плотная дружба, сотрудничество с Реческим Краеведческим музеем. Я очень благодарна Коноваловой Людмиле Павловне. Она зажгла во мне ту искру, которую я передала. Сначала вас зажгла, правда? Да, она сначала зажгла меня, я могу слушать часами. И эту искру я передала своим учащимся. Продолжим тему. Добрый вечер. Это наш телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Вы уроженец Речицкого района? Нет, я сам из Гомеля, родился в Гомеле, но в Речице часто бывал. Это очень приятно. Бывали раньше, да? Ну да. Помните Речицу? Даже в этом году еще был. Это прекрасно. Скажите, вот где вы больше всего любите в Речице бывать? В каких местах? Больше всего, ну, мне попадалось в основном центре. Ну правильно, это же самое знаковое сооружение, самая красивая набережна, естественно, там. У вас есть ответ, Анатолий, на вопрос, сколько Речиц в Беларуси? Ну, я не уверен, но думаю, семь. Мало добавляете, уважаемые телезрители. Анатолий, ближе всех к ответу. Но добавить еще надо. Но добавить надо. Я бы даже сказала и не единицы, и уже даже не три добавить. Нет. Чуть больше, больше, больше старайтесь. Уважаемые телезрители, вы, но помните, что Речица, Речицкого района, Гомельской области, самая большая, самая большая Речица на территории Европы. Спасибо, Анатолий. Продолжаем разговор. Рассказывайте о тех ребятах, которые занимаются. Это мальчики, девочки, что именно им интересно? Что им интересно? Естественно, ребята пропускают все через призму своего возраста. Ребятам всегда интересно узнать, а какие же были тогда жители, какие были герои войны. Недавно мы принимали участие в республиканской акции «75 лет победы». И ребята нужно было написать либо о подпольной группе, либо о какой-то действующей группе во времена войны, либо о трудовых подвигах. И интерес вызвал комсомольская группа Маркаля. И они сказали, ведь мы были такими же, они были такими же, как мы сейчас. Они просто представили, что бы они делали в этом возрасте. И настолько они заинтересовались, и когда мы работали, их очень интересует работа в архивах, запах этих раритетных документов. А это позволительно, чтобы ребята шли в архив с руководителем? Нам показывали папки, папку держал научный сотрудник музея, мы смотрели, нам разрешили кое-что переписать, кое-что сфотографировать. И когда мы работали по этой теме, понимаете, ребята сказали, а весь мы пазл сложили. У нас получилась работа пазл. Они почувствовали себя историками. Историками. Этнографами. Этнографами. И еще у нас в колледже... И может быть детективами немножко. Я еще расскажу один детектив, да, в колледже у нас три музея, и один из них посвящен истории колледжа. И там действительно хранятся артефакты, с вашего позволения так скажу. И один из них это обломки самолета. И наш учащийся несколько лет назад ему удалось, Кириенко. Сергей, ему... Он смог установить имя погибшего летчика. Каким образом? Каким образом? Значит, летчик погиб под Жлобиным, и самолет попал в болото. Не было возможности его поднять. Местные жители знали, что там погиб летчик. И мальчик часто приходил к этому месту. Связались с Гомелем, с Гомельским музеем краеведческим, подняли самолет, и нашли письмо, в котором было написано, подписано «Твой брат Вадим». Уже установили, что имя Вадим. Среди личных вещей была коробка пластиковая, и там были две буквы. НВ. Делали запросы в архивы Министерства обороны. МВД. И доналось установить фамилию. Послушайте, какая интересная история. Да. Действительно, спустя 75 лет, даже больше, чем 75, лет, установили имя. Да, и разыскали семью. В этой работе очень помогал наш преподаватель. Она завидует этим музеем, Кошель Екатерина Викторовна. Еще один очень интересный артефакт, вот он у меня такой тоже лежит, две тетрадки, кто-то может помнит, такие тетрадки наши школьные. Да, я помню. Готовили, да, акцию тоже, Геройко-патриотическая акция Великой Победы 75. Вот и написана такая работа от Брянска до Берлина. Нашли эти тетрадки, работая в архивах музея-колледжа. Тетрадки какой поры? Послевоенной поры. То есть это сразу послевоенная, пожелтевшие листочки. И офицер, который участвовал в освобождении речицы, написал такие воспоминания. И ребята, перечитывая тетрадку вместе с преподавателем, перечитывая воспоминания ветеранов, они установили, что это был воеводин. Расшифровали почерк, было очень тяжело расшифровать, и получилась вот такая прекрасная работа. Замечательно, Вера. Я вынуждена вас чуть приостановить. У нас есть очередная попытка ответа на вопрос «Сколько речиц в Беларуси?» Пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Дина. Дина, очень приятно. Вы где родились? Где ваша малая родина? У меня Могилевская область. Павловский район. А живете? В Гомеле. А, живете в Гомеле. В Речице бывали? Да. Прекрасно. Нравится город? Да. Замечательно. Дина, скажите, пожалуйста, как много Речиц в Беларуси? Ваша версия. Я думаю, 12. 12. Дина, нет, не 12, больше. Вот вопрос мы сегодня задали, Леонид. Дина, Дина, у вас есть еще шанс позвонить больше, причем значительно больше. Вот нужно было сразу десятки обозначать. Но Дина пока ближе всех к правильному ответу. Значит, уважаемые телезрители, нужно увеличивать количество. Благодарим вас за ваш звонок. Хорошего вечера. желаем и ждем следующего телефонного звонка 34-22-43. Но прежде чем мы возьмем рекламную паузу, я хочу ваше согласие получить ваше согласие на то, чтобы дать еще один вопрос телезрителям. Потому что призов у нас много, а вопрос пока мы не дождались. Ну, наряду с ответом на этот вопрос, который прозвучит, мы будем спрашивать, сколько речится в Беларуси. Итак, уважаемые телезрители, второй вопрос эфира. Какая связь существует между Речицей и первыми в СССР судами на подводных крыльях ракета? Речица именно наша, Речицкого района Гомельской области. Итак, установите связь Речица и суда на подводных крыльях ракета. Участники передачи улыбаются, а это значит знают ответ на вопрос. Ну, что ж, 342243, пожалуйста, звоните, у нас рекламная пауза, очень скоро вернемся. Дорогие друзья, о малой родине, о Речице и Речицком районе говорим мы сегодня. Я хочу еще раз представить наших гостей. Вера Ласица, методист Речицкого государственного аграрного колледжа и преподаватель иностранного языка. Татьяна Давыдова, очень творческий человек, мастер декоративно-прикладного искусства, дама, которая никогда не сидит, не заняв руки работы. И вот сейчас она с помощью челнока и серой красивой нити плетет кружево в технике фриволитэ создает украшения. Чуть позже покажет, что получилось. И Леонид Пулькин, руководитель объединения по интересам литературное краеведение Гомельского областного центра туризма и краеведения и председатель Речицкого литературного клуба стержень. Нужно сказать, что все присутствующие коренные речечане это так или нет? Нет, я гомельчанин. А, Леонид, родился в Гомеле. Я родился в Гомеле, у нас есть такая замечательная улица, улица радости, маленькая улица, но красивое название за кинотеатром Октябрь. В 70-м году мои родители переехали в Речицу и с тех пор я речечанин. И влюблен в Речицу в том числе. Речица, без сомнения, город потрясающий и родной. Именно Леонид утверждает, что история Речицы не менее интересна, чем история Парижа. Практически так. Да, если мы обратимся к этой истории, начнем рассматривать я не знаю, со средних, с мелоградской культуры. С мелоградской культуры и до наших дней это захватывающая история, это интереснейшие люди. Ну, сотрудники Речицкого краеведческого музея помогли сделать подборку фотографий Речица конца 19-го, начала 20-го века. Я сейчас попрошу режиссера вывести на экран эти фотографии и хочу задать вопрос. Вот Речица древняя и Речица молодая. Прекрасно. В 2013-м город отметил 800-летие, а всегда Речицу отличали деловитость и коммерческий размах. Вот я читала, что в 19-м веке по реке стали ходить даже теплоходы, груженные разными товарами, а на знаменитые Речицкие кермаши съезжались люди отовсюду и всегда считал, что если ты посетил Речицкий кермаш, значит, ты хороший хозяйственник. С середины 19-го века в 1867-м году было прочищено русло Днепра, активизировалось, разумеется, торговля, судоходство и прошла Полицкая железная дорога. Что касается активности, надо вспомнить основателей метизного завода братьев Риг. Это замечательные и благородные люди. Я как литератор скажу, о них надо писать отдельно, сколько они собой жертвовали, деньги для них были не главное и то, что мы сейчас у нас есть и представляют большую ценность, это все благодаря их усилиям. Вот о предпринимательстве несколько слов. Братья Рика. Уважаемые телезрители, это все факт в вашу копилочку о Речице. Вы понимаете, что можно посмотреть в Речице? Прекрасное культовое сооружение, просто прогуляться по набережной. А сколько музеев? Я не говорю вот Речицкий, краеведческий, само собой. Это и музей аграрного колледжа, это и музей метизного завода. Я правда не знаю, пускают ли туда, но если заказать экскурсию, наверное, можно туда попасть. Я бы хотела упомянуть еще картину галерии Исачева. И это единственное в Беларуси государственное собрание произведений великого художника. Прекрасно. А можно еще посетить и дом ремесел, да, дом ремесел. Центр ремесел. Это замечательно. Я хочу напомнить, что у нас сегодня два вопроса. Первый, сколько речиц в Беларуси? И второй вопрос, какая связь существует между Речицей и первыми в СССР судами на подводных крыльях ракета? Слушаем телезрителя. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, как вам обращаться? Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Вы гомельчанин? Я гомельчанин, но все мое детство прошло в Речицком районе. Есть такая деревня Солтаново, примерно 10 километров от Речицы. И, естественно, все, что было в 60-е, 70-е годы, оно было связано с деревней и с Речицей, потому что в Речице часто бывали мы. Но деревня Солтаново, если я не ошибаюсь, это по пути на Светлогорск, так? Это не так близко от Речицы, да? 10. А, 10. 10 километров. Ну, это, наверное, тоже расстояние. Хорошо. Ну, что ж, ваш ответ на вопрос. Кстати, вы будете вычислять, сколько Речиц в Беларуси или устанавливать связь между ракетой с судном на подводных крыльях и Речицей? Нет, я не хочу вычислять, потому что я думаю, что там это вопрос спорный. Мне кажется, что я не уверен, то есть я не захотел смотреть в интернет, но мне кажется, есть пригород Речицы, деревня Озершина, и там был есть, наверное, еще судоремонтный судостроительный завод, это там, где сливается ведрич Днепр. И мне кажется, что, скорее всего, на этом судостроительном заводе и должны были выпускать первые в Советском Союзе суда на подводных крыльях. Так, знаете, уважаемый телезритель, вот нет, вот нет, а если, а вот такая история красивая, вы знаете, это уже когда-то может стать, кстати, легендой, вот, но нет, тут нужно подумать об именитых земляках, которые имели к этому отношениям. кстати, вас говорил про этих братьев Рик, а мне бабушка все рассказывала, был у нас пан Рик, правда, нас через И, а потом я все-таки разузнал, это их отец, и вот он, он был помещиком, вот, на нашей земле, Рик, именно там, где деревня Солтанова, и, кстати, вот этот спирзавод, который, Тимиховский, а он расположен в Солтанове, это наследство от Рика, да, и, слава Богу, уже больше ста лет он исправно работает. И сейчас работает? Конечно. Это прекрасно. Вы знаете, вот я думаю, что со мной и Татьяна, и Вера, и Леонид согласятся, что ваши рассказы, ваши воспоминания, ну, просто заслуживают приза. Специально для вас. Вот такой путеводитель по Речице. Пригласительный билет в Речицке-Краеведческе, приезжайте, и пригласительный билет в Музей истории, печати и фотографии Гомельщины. Правильный ответ я дам, чтобы телезрители уже понимали, но количество Речиц не скажу, а вот что связывает Ракету и Речицу? Оказывается, одним из конструкторов этих судов был речичанин москалик Александр Исаакович. И одно из первых испытаний этих судов проходило на Днепре в районе Речицы. И еще испытания были в районе Гомеля на реке Сож. Вот такой ответ на этот вопрос. Уважаемые телезрители, но актуален вопрос, сколько Речиц в Беларуси? Пожалуйста, звоните 34 22 43. Наверняка и военная история Речицы ну скажем, очень богатая и немало речичан, немало земляков в этой истории задействованы. Сейчас же существует аллея и она прекрасна рядом с аграрным колледжем. В городском парке Победы существует аллея Героя Советского Союза. на все памятные даты 23 февраля, день освобождения речи 18 ноября, день Победы. Наши учащиеся всегда выстраиваются в этой аллее живым коридором. Вы знаете, я не просто так подвожу наш разговор к этой аллее героев. Мы сегодня упоминали деревню Горваль, гора Ивал, вы говорили название, мы сегодня поговорили об аллее героев, и это уже хороший повод заинтересоваться историей этой деревни и ее уроженцами. Так вот, в архиве телерадио компании Гомель мы нашли видеоматериал, датированный маем 1979 года. То есть 40 лет прошло с той поры, как был снят этот сюжет. Сюжет о встрече выпускников Горвальской средней школы тех, кто окончил школу в 1941 году. Смотрим сюжет. Речица город славных боевых и революционных традиций. Свято хранят здесь все, что связано с героическим прошлым нашего народа. Аллея земляков Героев Советского Союза. Это уроженец деревни Горваль, Герой Советского Союза Анатолий Федорович Дюбко. Здесь в Речице в городском парке назначили друг другу встречу бывшие одноклассники, выпускники Горвальской средней школы выпуска 1941 года. С тех пор прошло почти четыре десятилетия. Бывшие ученики стали отцами и матерями, некоторые уже имеют внуков. на груди многих из них трудовые и боевые награды. человека тогда в 1941 окончили десятилетку. Навстречу прибыли 16. Волнующие минуты. трудно конечно узнать друг друга не видевшись 38 лет. Насколько же велика оказалась та давняя крепкая дружба, спаявшая этих людей в годы их юности и возмужания, в годы становления и формирования их характеров. Дружба, которая заставила приехать всех сюда из разных уголков нашей страны. Герой Советского Союза Анатолий Федорович Дюбко из Минска. Его двоюродный брат, кандидат технических наук Александр Петрович Дюбко из Москвы. Ольга Ивановна Борисенко из Коми АССР. Надежда Семеновна Маюн из Перми. Их дорогие бывшие учителя. Уважаемые телезрители, вот такой трогательный материал мы отыскали в архивах телерадио компании Гомель. И даже Леонид Пулькин сказал не видел. Не видели. Ну понятно, лежали эти, ну в свое время они были показаны. 40 лет прошло, а люди встретились, выпускники 41-го года. У нас немного времени до финала программы остается, но может быть кто-то, житель Горволя или Речицы, кто узнал этих людей. Пожалуйста, позвоните, какие-нибудь подробности нам дайте. 34-22-43. И по-прежнему мы ждем ваших ответов по этому же номеру на ответы на вопрос, сколько же Речиц в Беларуси. Да, все просто, сколько Речиц в Беларуси. Еще я хотела бы, ну может быть, как вопрос это дать телезрителям, но если не ответят они, мы сами дадим ответ на этот вопрос. Уважаемые телезрители, назовите имя самого юного Речичанина, который в 9 лет был награжден медалью за отвагу. Это было в годы Великой Отечественной войны. И за что он был награжден этой медалью? Пожалуйста, 34 22 43. Какие призы вы знаете? Совсем немного времени. Расскажите, пожалуйста, Леонид, может быть, о творческой, о краеведческой работе ребят из литературного кружка еще немного? Может быть, о том, какие проекты планируются? Что задумано? В этом году мы открыли страничку Речица Православная. Интереснейшие события происходили в Речице, приезд архипастыря. И то, как принимала Речица, и какие события происходили, это отдельная страница. Мы собираем сейчас имена священнослужителей нашего города. над этим будем работать. Вот сейчас на экране костел. Я просто немножечко историй хочу коснуться, ведь в основании костела привезли камни из Святой Земли из Иерусалима, вот по ходу. Часовня Ефросиньи Полоцкой. Это современное сооружение, прекрасное. Проект Эдуарда Огуновича, и здесь, именно здесь были подняты мощи Ефросиньи Полоцкой, и надо сказать, что это мои личные наблюдения, город, когда прошел крестный ход, город изменился. Он изменился духовно, изменился физически. Это то, что я наблюдал, это мои наблюдения. Теперь, возвращаясь к истории города, мне все-таки хотелось бы несколько сказать слов об Иосифе Гошкевиче. Родился в 1814 году, ведь это невероятная личность скромной из семьи священника. Он путешествовал на фрегате Паллада. Мы помним книгу Гончарова «Фрегат Паллада». И Гончаров как-то в двух фразах вспоминает нашего земляка, потому что был скромен. Но этот скромный человек, этот скромный человек изучал языки, лингвист был, невероятный лингвист. Он обратил в Японии самурая в православную веру. Наш земляк. И первый русско-японский словарь, это словарь, который подготовил Иосиф Гошкевич. Он до сих пор пользуется спросом. Конечно же, спасовище надо вспомнить Владимира Даниловича. Владимир Данилович не только замечательный юрист, его портрет писал Илья Репин, но и литературет. Он изучал творчество и раскрывал читателям творчества Александра Сергеевича Пушкина. Удивительная страница. Ну и, конечно же, наш первый в Белоруссии историк, мы его ставим и говорим, историк номер один, это Митрофан Викторович Давнар-Запольский, человек удивительной судьбы. Если о нем писать сценарий, у нас получится замечательный, многосерийный фильм о нашем земляке, судьба увлекательнейшая. Это очень хорошая идея для кинематографистов, для авторов сценария. Сам готов писать сценарий. Пробуйте. Речь это тоже связана с мультипликацией. И связана она с арабской мультипликацией. В Речице родился Уолл Дисней египетской мультипликацией. Фрэнкель. Его известный мультфильм Миш-Миш Эфенди. Он выходит в классику мировой мультипликации. Очень интересная страница. Мы сегодня открываем и о Речице можно говорить еще несколько часов к ряду, но, к сожалению, программа завершается. Татьяна, я хотела бы посмотреть, что у вас получилось, но прежде я хочу зачитать сообщение, которое пришло от Евгения. Горжусь своей мамой Татьяной Давыдовой. Это очень приятно. Это сын Евгений. Замечательно. Есть много сообщений от наших земляков, которые пишут, что они очень любят Речицу, приглашают в Речицу и даже задают вопрос кто-то, известно ли какой высоты каплица Ефросини Полоцкой в Речице. Вот это интересно. Моя малая родина деревня Речица, Брестская область, Березовский район. Без подписи, но это очень приятно, вот только что, а, Любовь, Любовь прислала, вот фамилию не пишет. Так, значит, сначала, Татьяна, показывайте, что получилось, у нас буквально минутка остается. Получился вот такой элемент. Держите в руке, держите, так. Этот элемент можно украсить? этот элемент украшается, вот с таких элементов только разное число узелков, и можно много таких элементов сделать, украсить бусинками, можно сделать вот такие. и броши, и серьги, да что угодно. Еще раз, назовите, Татьяна, уважаемая, это кружево? Это кружево фриволите, фриволите, если с бусинками, то это фриволите анкарс. Ну, сегодня просто невозможно провести этот мастер-класс, но я думаю, если наши телезрители заинтересуются, добро пожаловать в речицу, на мастер-класс к Татьяне. Так, ну, а если вас, уважаемые телезрители, заинтересует история речицы, проекты, краеведческие, добро пожаловать в клуб к Леониду и в колледж к Вере. Правильно? Да. Не откажете? Да что вы? Не откажете. Уважаемые телезрители, ну что ж, времени у нас остается на то, чтобы объявить, сколько же в Белоруссии речиц, пожалуйста, Леонид. В Белоруссии населенных пунктов с названием речица 28. 28 речиц, но речица речицского района Гомельской области самая крупная. И помните, что речицы есть и в Украине, и в России, и в Сербии. И в Сербии. Так, и в Польше, и даже в Польше. Еще несколько слов о Толе, 9-летнем Толе, который был награжден медалью за отвагу, это чтобы мы ничего не забыли и будем прощаться. Пожалуйста. 9-летний Толе в речице хорошо известен его подвиг по заданию партизанского отряда по не просьбе мамы, я даже не знаю, как мама ему передала, хотя и рассказ писал, но передо мной все время стоит вопрос, как мама говорила сыном. Он вышел с миной, и ребята играли на улице, на перекрестке стоял танк «Тигр». Нужно было отвлечь часового, ребята отбили мяч в сторону, часовой отвернулся, он нырнул под танк, подложил эту мину, а ночью город сотрясся взрыва. Танк взорвался. Танк взорвался. 9 лет мальчишке. Анатолий работал, Анатолий Захаренко работал токарем на Метизном заводе. На Речицком Метизном заводе. Это тоже страничка, боевая страничка Речицы. Помните об этом, уважаемые телезрители. Много сегодня интересных фактов о Речице и ее земляках вы узнали. Еще больше узнаете, уважаемые телезрители, если поедете в Речицу просто погулять, наведаться в Краевический музей, в колледж аграрный. Просто поговорить вы можете с Леонидом и Верой, если договоритесь. Конечно, но это легко сделать. Позвоните в редакцию, безусловно, мы организуем эту встречу. Ну и, конечно, можно встретиться с Татьяной Давыдовой и мастер-класс по разным видам декоративно-прикладного искусства. Уважаемые гости, я искренне благодарю вас за эту встречу. Это было очень здорово, очень тепло, уютно и, я надеюсь, что очень полезно для наших телезрителей, да, и для меня, как для ведущей тоже. Благодарю, всего вам самого лучшего. Дорогие друзья, это был Добрый вечер, Гомель. Встречаемся по средам по теме «Малая Родина», а в другие будние дни с другими ведущими Натальей Волынец и Александром Лупиненко. Всего вам доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова